Конкурс на лучшее художественное оформление подъезда в самом разгаре. Участники расписывают стены, удивляя жильцов фантазии и разнообразием цветов и красок. Кстати, о красках. Художницам, оформившим входные группы в Перхушково, выделила акрил для работы одной из старейших предприятий округа, завод «Оделак». Только в этом году в его цехах было произведено порядка трех с половиной тысяч тонн продукта. Это и лакокрасочные материалы, и краска для работ по металлу, и дорожная разметка. Недавно на базе предприятия открылся учебный центр, в котором можно будет пройти теоретический, а самое главное практический тренинг по нескольким специальным направлениям. Наши сотрудники, которые здесь получают повышение определенной квалификации, а вот с присутствием наших коллег из наших зарубежных филиалов, зарубежных заводов, у нас 14 заводов еще существует в Европе, конечно, могут пройти обучение наши клиенты, наши дилеры, наши клиенты, у которых материал пользуется как окончательный материал. Сейчас завод «Оделак» вместе с «Хелиос» входит в состав японской компании «Кансай Пейнт». Европейский и азиатский опыт, собственные исследования, инноваторские разработки – все это будет применять в работе новый учебный центр. В первую очередь, я очень рад присутствовать здесь, на этом мероприятии. Я считаю, что оно очень эффективное и нужное. Это мероприятие, которое объединит в первую очередь нас, как компанию, которая имеет знания и обучает. А во вторую, это объединяет также наших партнеров и клиентов, которые продвигают, так скажем, продукцию на рынке. Мы считаем, что это очень помогает и «Хелиос», и «Кансай Пейнт» в развитии. Как отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, в ходе визита на предприятие «Лакокрасочный завод «Оделак» является точкой входа для иностранных инвестиций. Стоит отметить, что в развитии промышленных предприятий такого масштаба округ, несомненно, заинтересован. Это множество рабочих мест для жителей, крупные налоговые поступления в бюджет и в конечном итоге рост экономических показателей муниципалитета в целом. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.